По предварительным данным, в 2019 году доходы государственного бюджета Кыргызской Республики составили 147,5 миллиардов сомов, что в сравнении с 2018 на 12 миллиардов сомов больше. Больше всего поступлений было со стороны государственной налоговой службы – 62 миллиона сомов. Еще 43 миллиона сомов пришли из государственной таможенной службы. Объем официальных трансфертов в 2019 году составил 13 миллионов сомов. По исполнению расходной части, исполнение составило 149,25 миллиардов сомов. Это пока предварительные данные. И в сравнении с показателями 2018 года, увеличение расходов составило на 7 миллиардов сомов. Дефицит составил порядка 1,7 миллиарда сомов. В 2019 году бюджет Кыргызстана был социально ориентированным. Впервые за долгое время за счет среза с государственной казны были отремонтированы старые и проложены новые дороги в регионах. Так, асфальтобетонное покрытие появилось на 113 улицах районов центров республики, увеличился размер пенсии, повысилась на 30% зарплата учителям и работникам детских садов. На эти цели было выделено более 2 миллиардов сомов. В действительности со стороны правительства, отдельных министерств и ведомств делается работа для того, чтобы расходовать деньги эффективно, но в то же время это отразилось на качестве жизни бюджетных сотрудников. Делаются попытки правительства и министерств в составе правительства на то, чтобы эффективно использовать те бюджетные средства, чтобы заработные платы, доходы бюджетников были более высокими. Что касается социальной составляющей заработной платы учителей, врачей и других бюджетников, то нужны, я думаю, что эти реформы не надо останавливать и нужно использовать так, чтобы цель должна быть таким, чтобы людей лечили хорошо. Цель должна быть таким, чтобы дети получили хорошее образование. На обслуживание внешнего займа ушло почти 13 миллионов сомов. Сейчас его объем составляет более 3,5 миллиардов долларов. Больше всего страна должна экспортно-импортному банку Китая. На втором месте стоит Азиатский банк развития. Естественно, для развивающей экономики, либеральной экономики, или страна хочет иметь свое место, экономическое место в мире, то, естественно, она должна развиваться и без вливания, без инвестиций, и пусть даже на те отрасли, которые государство тратит, невозможно. Во всем мире государство тем или иным образом берет долги на инвестирование своей экономики. Даже Соединенные Штаты Америки, она имеет самый большой долг в мире. Если говорить о бюджете на 2020 год, то доходы составят более 163 миллиардов сомов. Расходная часть утверждена в размере 171 миллиарда и 7 миллионов сомов. Основные направления расходов – повышение заработной платы учителям. На это выделено почти 7 миллиардов сомов. Реализация закона о прохождении службы в правоохранительных органах, которая тоже подразумевает повышение заработной платы сотрудникам МВД, ГСИИН и Финпола. Кроме этого, на 2020 год большие средства направлены, как и в предыдущем году, на развитие регионов. Это порядка 2 миллиардов 72 миллиона сомов. Кроме этого, предусматривается 600 миллионов сомов на реализацию стимулирующих грантов. 3 миллиарда сомов идет на капитальные вложения. Порядка 724 миллионов сомов идет на продолжение реформы судебной системы. 500 миллионов сомов идет на госипотечное финансирование. На погашение государственного долга в этом году планируется выделить более 16 миллиардов сомов. Следует отметить, что погашение графика внешних долгов идет в соответствии со стратегией управления госдолгом. Поэтому там никаких беспокойств пока это не вызывает. Естественно, при том запланированном развитии экономики и курса нашей валюты. Многие эксперты, в том числе и международные, отмечают эффективность формирования республиканского бюджета в Кыргызстане. У нас по оценкам Всемирного банка и международных институтов у нас нормально, потому что основной доход государства приходит от налогов. Это самое нормальное. На втором месте у нас есть налоговые выплаты, на второе место неналоговые выплаты. Очень хорошо, что у нас неналоговые выплаты стоят намного, то есть мало. Это очень хорошо, именно отвечая всем требованиям для того, чтобы мы могли развиваться. Как было заявлено ранее, бюджет, составленный на 2020 год, социально ориентированный. А это значит, что основная часть среза будет направлена на улучшение жизни в стране. Строительство дорог, школ, детских садов, повышение качества медицины и образования, развитие регионов и внедрение цифровых технологий. Екатерина Тагамбаева, Джентай Макенов, Пирамида.